я сегодня испекла такие красивые мягкие пушистые череволки и сделала печеночный паштет смотрите какие замечательные какие ароматные свежий хлеб с паштетом что может быть вкуснее все будем есть а вы смотрите как это готовить для паштета печеночку необходимо помыть потом я ее вот она такая большая я ее режу на несколько частей здесь наверно пополам так отрежу вот такими кусочками здесь уже складываю очищенную убираю пленочку здесь на ней пленочка вот она в целом она легко снимается вот так небольшими кусочками где не очищается не очищается здесь же бывает где если желчь немного попала тоже нужно обрезать в общем так сейчас обработаю всю печень найти я плюнула на эти пленочки очищались очищались нет нет но я нашла от чего очистить очистки на это количество печени на 500 грамм я взяла один большой лук почистила его и нарезать буду не полукольцами а четверть кольцами половинку пополам и теперь режу вот они четвертинки лук бросаю жарить жареный лук бросаю морковь у меня натертая морковь замороженная так можно нарезать кругляшками морковь можно полукольцами если большая отжариваем лук с морковью и бросаем печень теперь в эту печень я нарежу масло чтобы печень вместе с маслом тушилась томилась и приобретала такой вкус и для пикантности чесночок обязательно теперь нарезаю стаканчик воды и пусть тушится под крышечкой я печенку посолила перемешала и смотрите мне еще осталась жидкость мне нужно чтобы она выпарилась буду выпаривать на последнем этапе когда выпаривается не отходите далеко от плиты потому что видите нужно часто мешать чтобы не подгорело но уже все это пусть остается чтобы не был сухим паштет будем остужать знаете благодаря сливочному маслу и чесноку добавленному во время жарки у этой печени такой аромат приятный я ее сейчас переложила как видите в емкость и буду пюрировать здесь у меня размягченное масло сливочное которое потом добавлю все измельчила если нет у вас блендера то можно через мясорубку уже конечно консистенция будет другая теперь переложу в контейнер и в холодильник на хранение из 500 грамм печени получился такой контейнер паштета все готовьте как видите это легко всем приятного аппетита и до новых встреч паштета